Субтитры делал DimaTorzok Понятное дело у тебя же есть броня и по неизнанке многие не знают куда его колупать. Но буквально через несколько часов игры ситуация уже стала меняться и танк стали чаще пробивать. Тем не менее это та машина которая может удержать удар. Его экраны и броня позволяют вам все таки рассчитывать на то что вы танканете ПТУР и обычный снаряд. Но как бы нам того не хотелось по броньке он не дотягивает до легендарного ФВ-4211. Все таки как ни крути британец будет крепче. Но у нашего тяжа, но у нашего XM1GM есть куча других плюсов. Во первых танк очень мобильный. Максимальная скорость 72,5 км в час просто прекрасная для такого тяжа. Да к сожалению ему не хватает вертлявости. Поворот корпуса желает лучшего. Помимо этого данный танк может похвастаться точнейшей ДПМной пушкой. В этом показателе мы выигрываем ФВ-4211 по всем параметрам. Но пожалуй главным недостатком данного танка является голда. Кумулятив который получил и меньшую альфу и который максимально не актуален для второго периода. Потому что здесь очень много экранированной техники и плюс снаряд достаточно медленный, если вы будете в начале боя отстреливать по свежему взгляду. Но с учетом того, что у нас неплохое пробитие для базового бобса, оно выше чем у того же ФВ-4211. В большинстве случаев реализовать эту пушку на этом типе снарядов вам будет не сложно. Но в некоторых ситуациях, конечно же, потребуется знание уязвимых зон вашего от противника. В любом случае XM1GM это достаточно фановая мобильная техника, которая на удивление получилась неплохой в плане выживаемости. С классной точной пушкой, к сожалению со средней для второго периода альфой. Ну и повторюсь, без адекватных голдовых снарядов. По сути, данная машина в первую очередь удивила тем, что имея такую прекрасную мобильность, он еще и имеет неплохое бронирование. И если в первые часы рандома после открытия серваков танкисты пытались бить его базовыми снарядами и не всегда это происходило успешно, то сейчас, видя XM1GM, многие заряжают просто голду. По наблюдениям, чаще всего ковыряется он в верхнюю полку над вашим НЛД. Там уж слишком перестарались с наклоном брони, поэтому туда он шьется без проблем. Но с учетом нашего запаса прочности, такого же как у FV-4211 в 3000 единиц, танк получился действительно добротным в плане выживаемости. Что касаемо остальных характеристик нашего танка, то мощность двигателя 1500 л.с., что дает нам удельную мощность 28-26 л.с. на тонну, благодаря чему наша максимальная скорость 72,5 км в час набирается достаточно бодро. Скорость движения назад также достаточно высока 38,5 км в час. Скорость поворота корпуса не идеальна 38 градусов в секунду, а скорость поворота башни стала 40 градусов в секунду. У танка отличные УВН, угол склонения минус 10 градусов, угол возвышения плюс 20 градусов. Наше основное орудие получило разовый урон в 480 единиц для базового бобса. Голдовый кумулятив получил альфу на 20 единиц меньше, 460 единиц. Мало того, что это кумулятив, он является более медленным снарядом. Помимо этого, он не актуален для второго периода из-за большого количества экранов. Помимо этого, он еще имеет альфу на 20 единиц меньше, что по сути со старту снижает ваш ДПМ. Так что использование этого снаряда не особо актуально для второго периода. Альфа фугасом у нас 590 единиц. Бронепробитие базовым бобсом 421 мм. Голдовым кумулятивом 430. Еще один парадокс, что разница максимально-минимальна. Как бы это глупо не звучало. 9 мм разницы пробоя от базового и голдового снаряда это слишком мало. А с учетом того, что голдовый снаряд еще кумулятив, почему забалансили голдовый снаряд у этого танка так, мне непонятно. Но тем не менее, с таким бобсом базовым этот танк играется достаточно хорошо. Тем более, танк является достаточно точным и плюс еще и мобильным. 250 мм пробитие нашим фугасом. Время сведения 1,9 секунды. Разброс 0,35. Скорострельность данного танка 7,5 выстрелов в минуту. Это обусловлено нашей перезарядкой 8 секунд. Урон в минуту мы получили в стоке 3600 единиц. А установив оптимальную боеукладку, улучшенную вентиляцию, плюс прокачанный экипаж, мы сможем достигнуть цифр более 4000. Что является действительно прекрасным показателем. Помимо оптимальной боеукладки и улучшенной вентиляции, я рекомендую на этот танк устанавливать тягу, дабы повысить нашу еще мобильность. Ведь на этом танке быстрее добираться до дамашки или догонять часто более слабые цели будет гораздо легче. И, соответственно, вы быстрее будете добивать уроней. У танка хорошая точность и отличная стабилизация. Но, если вдруг вы будете недовольны с тобой, все-таки без стабилизатора будет чувствоваться, что пушка немножко дольше сводится в какие-то определенные моменты, особенно когда вы стреляете по свежему взгляду через всю карту. Это будет давать о себе знать, и снаряды будут лететь не так, как вы хотели. Или каких-то считанных миллисекунд вам будет не хватать. Вместо тяги, если вы не такой агрессивный игрок, вы можете установить стабилизатор, и пушка будет прям вообще топчик. Но, как правило, с такими показателями точности и времени сведения это не обязательно. То бишь, данный танк прекрасно играется и без стаба. Что касаемо снарядов, то, как уже говорилось, базовый бобс летит у нас со скоростью 1550 метров. Это отличный показатель. Так что на данной машине вы будете часто даже отстреливать через всю карту какой-то первичный засвет, или можете залупиться с противником по свежему взгляду. Чего не скажешь про кумулятив и фугас. Скорость полета 1173 метров в секунду на кумулятиве и 736 метров в секунду летит наш фугас. Обзор данного танка 470 метров, бонус серебра плюс 50%, бонус опыта 10% и бонус опыта командира 25%. Повторюсь, XM1GM очень фановая машина. Достаточно хороший фармер. Да, машина не идеальная, но эти недостатки, которые у него есть, они незначительные. К сожалению, танк нет смысла, наверное, сравнивать с FV-42-11. Все-таки другой геймплей FV-42-11 получше будет в плане выживаемости, крепче по броне. И в этом плане его XM1GM подвинуть не получилось. Но это абсолютно другая тачка, которая порадует вас и мобильностью, и ДПМом, и базовым снарядом. Которому, ну разве что, не хватает более высокой альфы. Ну и с такой альфой F480 единиц на этом тяже можно прекрасно себя чувствовать в нынешнем рандоме режима Холодная война. И, как по мне, данный танк неплохо фармит. По сути, у него два минуса отсутствия нормальной голды и вот такая средняя для второго периода альфа. Но, тем не менее, с его выживаемостью и мобильностью и с ней танк прекрасно играется. Народ, у меня на этом все. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях ваше мнение по новому танку. До встречи. Всем пока.